Всем привет ребята, с вами снова я Хик и в сегодняшнем видеоролике мы с вами посмотрим топ 10 самых провальных мировых рекордов by Lil Reset. Для тех кто в танке, поясню. Lil Reset это тот самый парень, который занимает практически во всех категориях топ 1 по быстрому прохождению GTA San Andreas. Его рекордное время составляет 3 часа 52 минуты и 7 секунд. Это время могло быть как лучше, так и хуже. Разумеется, если бы не было вот тех самых 10 смертных грехов, которые мы посмотрим в данном видеоролике. Ну а перед этим ребята, всех тех кто играет в GTA San Andreas, заходите ко мне на Reset на Red Rock, все ссылочки в описании, IP адрес там же. Вводите мой ник при регистрации, Дэнни Хикс, а также при достижении 6 левела вводите мой промокод HICFEM и получайте крутые бонусы. Итак, погнали. И почетное 10 место занимает момент на миссии Photo Operation. Lil Reset, как всегда, как обычно, безупречно делает свой ран в Лос-Антосе и вот он момент в Сан-Фьерро. Миссия Photo Operation и неудачный Буат Флай прямо прямиком в Цезаре. Блин, это просто... Жиза, просто жиза. Ну и конечно же, после такого моментальный ресет. Lil Reset делает ресеты постоянно, если допускает какую-то такую ошибку. Хочешь, не хочешь, но идеальный мировой рекорд требует жертв. Даже если ваша жертва это ваше собственное время. А следующий игровой момент приходится на миссию Deconstruction, также в Сан-Фьерро. Вот-вот совсем чуть-чуть и миссия будет пройдена. Всего-то осталось заминировать туалет и сделать квантовый туалет-джамп, так называемый. Но даже эта попытка не увечается успехом и вот оно. Fail Mission. Наверное, во время спидрана нет ничего хуже черного экрана, когда ты идешь идеально, отлично. У тебя идеальные тайминги, такие как у Lil Reset в данном моменте. Идеальный Лос-Антос, сабица на час десять. Идеальный расклад, идеальная миссия, предпоследнее воссоединение семей. И тут, бац, черный экран, софт-лок, господи, это действительно угнетает, это действительно дизморалит как-то. И самое обидное, что в этой ситуации ты бессилен. Это просто прихоть игры. Этс. Один из самых хардкордых моментов в спидране GTA San Andreas Any% это прохождение миссии Hijack. Там, где вы ее дюбите и вам нужно пройти через мост. Через мост, который так или иначе закрыт. И раннерам приходится на этом самом байке преодолевать этот мост. На самом деле это очень сложно, можете сами попробовать как-то на досуге. Мало того, что большинство раннеров просто падает с этого моста в воду. И тем самым миссия провалена, все приходится начинать сначала. Так и в случае Лил Ресету, ему очень сильно в этом помогли, в кавычках. Спасение Денис Робинсон. Миссия в Лос-Антосе, пылающая страсть, где собственно сам инициатором пожара являлся СиДжей. Конечно же. Но самое интересное здесь то, что после того, как вы привезете Денис Робинсон к ее дому, хоть вы и замираете для того, чтобы посмотреть как сцену, игра сама по себе живет. Вот так и случилось у Лил Ресета. Игра себя повела, ну как обычно, как в общем-то и не должна себя вести, но такое произошло. Даже в кассцене. И да, как вы уже поняли, это гарантированный софт-лок. Дальше ничего сделать, к сожалению, нельзя. Едешь себе с такой спокойно, в прекрасной обстановке, в компании Цезарь и Вильпан, данной миссией фотооперейшн, и как внезапно, какими-то случайными нажатиями, АВСД активируешь чит-код. Капец, как вообще такое возможно? Разумеется, раннер никогда не знает, какую комбинацию клавиш он точно вводит в данный момент, но получается какой-то рандомный чит-код. Сейчас просто смело прожимаем лайки в сети, кто попадался под подобную подлянку GTA San Andreas. Потому что, как мне кажется, через это проходил абсолютно каждый. И какие бы раннеры не были скилловыми людьми в этой игре, то они так или иначе смогут попасться вот на это. Как вы думаете, что реально может помешать идеальному рану в GTA San Andreas? Вот многие скажут, мол, личный скилл, ай-иминг, там, что-либо еще, какие-то свои личные проблемы, но у Лил Ресета это 100% самолеты. Хотите верьте, хотите нет, но этот парень стопудово магнитит себе все самолеты штата San Andreas. Чего стоят вот эти вот два прекрасных момента. Благо в первом моменте никто особо не пострадал, ранн в принципе можно продолжить. А вот на следующей миссии Stoneway, после того, как вы заложили взрывчатку, вам предстоит выпрыгнуть самолета целым и невредимым. В принципе, у Лил Ресета это удачно получается, но самолет так не считает. Вот уже в который раз, во время очередного пробега, Ресет снова случайным нажатием в SD-клавиш активирует чит-код, на этот раз вызывающий вертолет Хантер. Самое обидное то, что раннер прошел приличное количество миссий, и ему потребовалось еще несколько секунд, чтобы объехать преграду. Но потерянное время оказалось не главной проблемой, ведь в спидранах категорически запрещено использовать чит-коды, даже если они были использованы неумышленно. Ран пришлось начинать сначала. И наконец-таки мы перешли к самому первому месту. Я считаю, что этот момент по праву заслуживать быть на первом месте. Ведь самое потрясающее чувство, это когда ты полностью прошел игру и сделал отличное время. И вот в ситуации с Лил Ресетом получилось абсолютно то же самое, но за исключением одного нюанса. Как видим, на таймере все прекрасно. Хорошее время, отличный показатель, мировой рекорд уже близко. Осталось сделать всего парочку действий, чтобы завершить данный ран. Но как вы понимаете, после того, как последний этаж был пройден, нужно выходить из особняка Биг Смоука, Ресет просто застревает в одном из баласов. И не может ничего с этим поделать. Балас просто сидит, Ресет в нем застрял, и он пытается всячески выбраться оттуда. Блин, хорошее было бы время, но, к сожалению, из-за такого вот момента, неудобного, неприятного, не получилось сделать мировой рекорд. Почти 4 часа! И все заново. А на этом, ребятушки, у меня все. С вами был Хик. Надеюсь, вам видеоролик понравился. Вы уже поставили свой царский лайк, написали комментарий, что вы по этому поводу думаете. Действительно, Ресет какой-то киберчеловек, ему очень хорошо удается проходить эту игру. Тем не менее, он, несмотря на все эти свои 10 грехов, он занимает по-прежнему первое место в Any, No, M&G, там без новой категории, первые места. Мне нравится этот раннер. Все ссылочки на него есть в описании. На ТвитДжей можете на него подписаться, если вам интересно вообще пробеги, супер пробеги по GTA San Andreas. А я с вами прощаюсь. С вами был Хик. Всем спасибо за просмотр. И до следующего крутого видеоролика.